В июле 1984 года в небе над тундрой Кольского полуострова возникло яркое сияние. Некий объект стремительно падал в районе реки Паной. Светящийся шар был довольно крупным. Его воочию наблюдали на военном аэродроме Североморск в три военных частях ПВО и даже с моря. Проходящего мимо корабля в районе Кольского полуострова, залива, который на Мурманск выходит, там на Североморск, видели гражданские моряки, судно торговое наше было, советского флота гражданского, как этот объект падал туда, в эту тундру. Объект рухнул с большой высоты и вонзился в землю. Удар был такой силы, что ближайшая сейсмостанция зафиксировала небольшое землетрясение. Об этом событии писали местные газеты. Явно эпицентр землетрясения находился близко к поверхности. То есть сейсмологи даже определились, что причина – удар о поверхность какого-то тела, объекта. Спустя несколько дней один из офицеров поехал в тундру на своем вездеходе. Военный наткнулся на огромную траншею от торможения какого-то объекта. Везде были разбросаны бесформенные металлические обломки серо-желтого цвета. Сначала у офицера возникла мысль, что это детали с космодрома Плесецка. Ну, значит, обломки какие-то непонятные. Ну, нету на них надписи «Сделано в СССР» или «Наш алфавитом», если бы там было, он бы понял сразу все, да, какие-то технические детали, маркировки. Ну, что-то вот такое очень странное, причем желтоватый такой оттенок. И общая масса, ну, явно там не одна тонна этого аппарата, где-то тонны три как минимум у него вес. Офицер погрузил часть обломков в машину и отвез в Академию наук. Потом они попали в Институт космических исследований, где ученые решили, что имеют дело с настоящим инопланетным кораблем. Результаты уникальные, результаты засекречены, отчеты засекречены. Но есть люди, которые держали в руках, которые видели, которые знают. Значит, структура этого обломка представляет собой подобие живой клетки или ДНК из эбоксеридонуклеиновой кислоты. То есть там цепочки, цепи, он живой. То есть это живой металл. Можете себе представить такую технологию? У нас нет на Земле такой технологии. Через три года один из ученых Института космических исследований показал обломки НЛО узкому кругу друзей. Николай Левашов был в числе тех немногих, кому посчастливилось взглянуть на ценный артефакт. Тогда вот я первый раз столкнулся, ну, такой вот, воочию, скажем так. С тем, что остался обязательно аппарат. Конечно, я сразу это не понял. Потому что, ну, лежит какой-то кусок какого-то странного материала. Вот, кажется, угол диска, вот такой дозвиск, вот такой вот сектор. Навес очень тяжелый. То есть это серебристо-золотистый. То есть это где-то по цвету. Очень такая структура, очень крупная, крупная серминистая структура. Дальнейшие события повергли Николая Левашова в шок. Обломок корабля телепатически заговорил с ним. Мужчина сидел и просто смотрел на кусок металла. Остальные пять человек за столом продолжали беседу. Но кое-кто увидел слабый луч, идущий от артефакта ко лбу Николая. Для меня было в то время сложно понять сразу, ну, это несколько секунд, по-другому сказать, сообразить, что какой-то кусок металла может общаться телепатически. Ну, в первый раз согласился, ну, что же поделаешь, ну, не сталкивался до этого. И этот обломок начал передавать мне информацию, что он, как говорится, обломок имел ту же программу, что весь корабль. Это биометалл, то есть квазиживой организм, и даже кусочек небольшой имеет информацию, которую имел весь корабль. Пилоты не справились с управлением при переходе из одного измерения в другое. Все умерли мгновенно. И корабль, как член экипажа, должен поведать о них, о своей родной планете и о постигшей их катастрофе тем, кто его найдет. Он больше не может восстановиться. Но кое-какие функции сохранил. Поэтому многим людям, которые держали обломки или находились рядом, становилось плохо. Артефакт засекретили. И где он сейчас, неизвестно. Когда к космическому кораблю приближается какое-то живое существо, идет его сканирование кораблем, и корабль выдает информацию для себя, можно это человек допускать к себе ближе, впускать внутрь или нет. Кольский полуостров Кольский полуостров давно считается аномальной зоной. Там часто видят НЛО. В отдельных районах сохранилось множество капищ древних народов, которые поклонялись странным богам. Недалеко находится удивительный водоем Сейдозера. 30 лет назад рядом с ним на горном перевале произошла ужасная трагедия. Погибли четверо туристов. Опытные, спортивные ребята. Признаков насилия на телах не было. У всех на лице застыла гримаса ужаса. Исследователи сравнивают это с тем, что произошло в середине 20 века на Северном Урале. Сценарий гибели людей повторился точь-в-точь. В феврале 59-го года над горами Северного Урала участились появления огненных шаров. Местные жители были в панике. Они уверены, боги разгневались. Священная гора Атортон поглотила группу альпинистов за то, что они нарушили табу и включили ее в свой маршрут. Недалеко от этого проклятого места находится рудник, где добывают марганец. Во время Великой Отечественной войны это вещество считалось стратегическим. Оно использовалось для создания танковой брони. Фашистские войска организовали спецоперацию по уничтожению рудника. С аэродрома в Архангельской области в воздух поднялась эскадрилья немецких самолетов. Их путь лежал через гору Атортон. Достоверно известно, здесь я уже ссылаюсь на немецкие источники, что эскадрилья вылетела. Достоверно известно, что эта эскадрилья пролетела большую часть маршрута и она вышла уже на боевой курс недалеко от рудника. Но до рудника они не долетели. Несколько боевых самолетов бесследно исчезли над проклятыми горами. Воронки от взрывов, которые нашла экспедиция Черноброва, могли оставить именно они. Немцы начали сбрасывать бомбы, не достигнув цели. Возможно, их что-то сильно напугало. Я напомню о тех самых светящихся шарах, о которых молва уходит в глубину выков, и тех самых светящихся шаров, с которыми сталкивались самолеты уже в наше, послевоенное время. Вероятно, только с ними могли столкнуться немецкие бомбардировщики. И вот дальше их судьбу, об их судьбе можно только догадываться, потому что я считаю, что воронки, которые мы нашли, говорят о том, что они начали избавляться от бомб и, видимо, повернули обратно. Видимо, они далеко не ушли. Скорее всего, эта эскадрилья должна лежать где-то на склонах горы Мертвецов, где-то в тайге. Что же скрывает гора Атортон? Космодром НЛО или целую базу внеземной цивилизации? Как бы то ни было, она хорошо защищается от любых непрошенных гостей, даже если это безобидные туристы. На окраине Ростова-на-Дону есть место, которое хранит еще одну тайну. Зеленый остров, клочок суши посреди реки. Сегодня это дачный поселок и курортная зона. При въезде на остров расположен мемориальный комплекс. Памятник бойцам полка НКВД. НКВД охраняли именно Зеленый остров, и они отбивали фашистов. Это было зимой. Не пускали фашистов на Зеленый остров. Именно с Ростова фашисты наступали, и почему-то они охраняли этот Зеленый остров. Но на Зеленом острове никогда не было ничего ценного или стратегически важного. За что же бились немцы, уже захватившие южную столицу России? Эта область, она всегда интересовала... Там была секретная лаборатория, ну, КГБ в свое время. Вот. И этот клочок вот земли во время войны, он отстаивался совершенно непостижимым образом. Зеленый остров считается аномальной зоной. В 20-е годы здесь упал неопознанный летающий объект. Нам рассказывала одна бабушка, которая была очевидцей. Она сказала, что был светящийся какой-то объект, и он двигался над горизонтом, в направлении, оттуда вниз, в эту сторону. именно светящийся объект. Обломки глубоко ушли в грунт, и по какой-то причине все это не успели или не смогли эвакуировать. Погибший НЛО до сих пор находится под землей на острове. Считается, что там же была спецлаборатория НКВД. Как туда попасть сегодня никому неизвестно. Рыбаки, которые ночевали в эту ночь на острове и готовились на следующий день к рыбной ловле, они были разбужены взрывом, гигантским взрывом. После этого они были свидетелями, когда на зеленый остров высадились группа НКВД, все было оцеплено, и там начались работы земляные. После, через несколько, буквально через неделю, место было полностью реконструировано. Там были высажены кустарнички, замаскировано ростов. Ростовские исследователи НЛО трижды пытались найти на зеленом острове обломки внеземного корабля. Одна из экспедиций оказалась успешной. На зеленом острове было три экспедиции у нас. Как раз ходили, это по семь человек, были представители с университета и с лабораторией тоже по исследованию аномальных явлений в Ростове здесь на Дону. И были обнаружены множество аномальных как раз здесь мест, которое сейчас одно из мест, это которое здесь за спиной. Один из исследователей зеленого острова Олег Гайворонский похоже нашел обломки корабля, но жестоко поплатился за это. Его хватил инсульт. Сегодня он не может ходить и с трудом разговаривает. Ну, в общем, я не советую соваться туда, куда не надо. Отважному исследователю удалось проникнуть в подземные ходы зеленого острова. Там он нашел вот эту деталь. Обломок НЛО состоит в основном из железа. Он не несет никакого излучения, даже магнитного. И это странно. Оплавленный артефакт пережил страшный взрыв и теперь мало что может дать науке. Нельзя так деформировать среднейший металл. То есть это высокие давления и высокая температура. как достигать всего пиржи. Ученые начали искать. В последствии был открыт так называемый пояс астероидов между Марсом и Юпитером. Соответственно возникло предположение, что Мемди не им дел в данном случае с остатками погибшей планеты, взорвавшейся, скажем так. Действительно, между орбитами планеты Марс и планеты Юпитер сосредоточено огромное количество небольших космических тел, которые вращаются вокруг Солнца. Известный немецкий астроном Генрих Вильгельм Кольберс еще в начале 19-го столетия выдвинул предположение, что там в древности находилась целая планета. Но из-за удара ужасающей силы извне или от удара изнутри планета взорвалась. Однако после себя она оставила своеобразное наследие, чем и являются малые космические тела в виде астероидов. Однако далеко не все исследователи соглашаются с подобной гипотезой. Как-то не тянет на то, что если эти камни все вместе собрать, планета получится. То есть если был там какой-то взрыв, который привел к гибели планеты, находившейся там, то этот взрыв должен был адским, который должен был затронуть все планеты без исключения. То есть погибла бы вся Солнечная система. Тогда выходит, что пояс астероидов это не куски разорванной когда-то планеты Фаэтон. Конечно, гипотезы европейских астрономов можно посчитать заблуждением, ошибками в вычислениях и прочими субъективными факторами. Но что тогда делать с более древними свидетельствами? Дело в том, что наиболее удаленные от Солнца планеты были известны еще древним шумерам. То есть задолго до официального открытия астрономами средневековья близких и дальних объектов. И об этом красноречиво говорят тексты на глиняных табличках, расшифрованные американским востоковедом Закарией Ситчином. Возраст табличек оценивается в 6 тысяч лет. Но как раз там и есть сведения о таинственной планете Фаэтон, которая вращалась вокруг нашего светила между орбитами Марса и Юпитера. Более тщательная расшифровка шумерских аэроблифов позволила предположить, что упоминаемый Фаэтон взорвался. И взрыв этот был спровоцирован страшной космической катастрофой. При этом при всем Земля наша подведлась какому-то конечно воздействию, но она уцелела, она не стала крутиться в другую сторону, не потеряла атмосферы, жизнь на ней продолжала развиваться. Да, Земля не сместилась со своей орбиты, не перевернулась и не разрушилась, но будет ли корректно утверждать, что действительно была некая планета Фаэтон, затем она разлетелась на куски и последствия этого катаклизма сотворили что-то с нашей планетой. Известно, что около 60 миллионов лет тому назад на Земле произошла страшная катастрофа. Она повлекла за собой вымирание динозавров и других представителей фауны того периода времени. Эпоха вымирания длилась почти 200 лет. Это сопровождалось сметающими все на свете смерчами, которые безустанно кружились по поверхности Земли. Есть и документальные подтверждения скоротечности того драматического события. Они присутствуют в осадочных породах океанических отложений, которые были сформированы в это время. Ученые предполагают, что причиной катастрофы стал астероид, имеющий поперечное сечение диаметром около 10 километров. Он с огромной силой врезался в Землю и в результате чудовищного взрыва в атмосферу поднялись миллионы кубических метров образовавшейся пыли. Огромная туча этой пыли на несколько лет закрыла Солнцу доступ к земной поверхности. В результате внезапно наступившей тьмы прервался процесс фотосинтеза. Вслед за фауной стала гибнуть флора. Как следствие, все крупные животные вымерли. Но все это произошло 60 с лишним миллионов лет назад. А первые упоминания о планете Фаэтон появляются гораздо позже. И не только появляются, но и фиксируются в устном фольклоре и письменных документах доисторической эпохи. Значит, взрыв Фаэтона, если он был, видели разумные обитатели нашей планеты. То есть наши с вами предки. видели и, возможно, переживали его последствия. Но какие? Всего в мифологии. А что такое мифология? Мифология это сакральная память, защищенная некими такими религиозными законами, которые запрещают... Один из мифов Древней Греции гласит был у бога Солнца Гелиуса сын по имени Фаэтон. Родила его Климена дочь Марсму проехать по небу в золотой колеснице. Гелиус пришел в ужас. Безумный, чего ты просишь? Сам великий Зевс не может править ею. Но Фаэтон ничего не хотел слушать, только молил отца исполнить его просьбу. Наконец Гелиус сдался. Фаэтон вскочил на колесницу. И кони помчали и выпустил от страха вузжи. Почувствовав свободу, еще быстрее понеслись кони. То взобьются они к самым звездам, то, опустившись, несутся почти над землей. И тогда пламя от огненной колесницы охватило нашу планету. Загорелись города, вспыхнул лес, вскипела вода в морях и реках. От жары стала трескаться земная твердь, и огонь проник даже в мрачное царство Аида. И воскликнула тогда Гея, богиня земли, обращаясь к Зевсу. О, величайший из богов, неужели должна я погибнуть? Неужели должно погибнуть царство брата твоего Посейдона? Неужели должно погибнуть все живое? Неужели все вернется в первобытный хаос? Спаси осталось. Зевс услышал мольбу Геи, грозно взмахнул рукой, метнул молнию в огненных коней и уничтожил Фаэтона вместе с колесницей. Ее осколки были разбросаны по всему небу. В глубокой скорби бог солнца Гелиус закрыл свой лит и целый день не появлялся на голубом небе. Только огонь от пожара освещал землю. И вот для тушения этого пожара Зевс вылил на землю большое количество воды, из-за чего возник всемирный потоп, приведший к массовой гибели людей. дальше из легенды мы знаем, что осталось всего два человека из живых. Здесь, разумеется, очень много пересечений с легендами о всемирном потопе других народов, с библейским всемирным потопом. Как известно, ни одна из легенд не рождается на пустом месте. И миф об огненной колеснице появился скорее всего после падения на землю крупного небесного тела. Возможно, это был метеорит, который вызвал массовые разрушения и пожары на обширной территории. Возможно, комета с длинным огненным шлейфом. Но не исключено, что это был осколок погибшей планеты. Той, что по расчетам астрономов и согласно шумерским текстам находилась на орбите между Марсом и Юпитером. Но если эту третью версию принять как основную, то возникает вопрос. Кто мог определить, что это был осколок погибшей планеты? И кто дал ей имя Фаэтон? Ведь не могло оно спонтанно возникнуть в древнегреческой мифологии. А может, это имя пришло с самого Фаэтона? Действительно, есть версия, что эта планета была обитаема, причем разумными существами по облику и интеллекту сродни землянам. Только уровень цивилизаций на Фаэтоне был гораздо выше нашего уровня. Вполне вероятно, что там были знакомы с наукой воздухоплавания и обладали средствами для перемещения в космическом пространстве. Однако, в какой-то момент на Фаэтоне что-то произошло. Возможно война, возможно природная катастрофа. И тогда Фаэтоняне стали покидать свою гибнущую планету и перебираться в другие места. Ну, если теоретически допустить, что обитатели вот этой планеты Фаэтон, действительно разумные обитатели, обладали определенным технологическим уровнем, можно, конечно, допустить, что в случае предполагаемой катастрофы этой планеты некая их часть могла, в общем-то, эмигрировать, скажем так. И в частности речь идет о том, что почему бы не допустить, что они могли эмигрировать на Землю. Если идти дальше по этой версии, то можно предположить, что место выбора убежища не было спонтанным. Обитатели планеты Фаэтон скорее всего знали о Земле, о ее атмосфере, гидросфере, климате и животном мире. Знали они и о людях. И, возможно, были с ними в контакте. Не со всеми, естественно, а с избранными. Возможно, что с потомками древних инков. И тогда получается, что рисунки на плато Наска в современном Перу это самые настоящие навигационные знаки для космических кораблей Фаэтонян. Коллеги немецкого исследователя Эриха Деникина, того самого, который первый предположил, что Наска это космодром, считают, что пришельцы с Фаэтона еще задолго до бегства со своей гибнущей планеты посещали Землю. Некоторые даже поселились на ней. Чтобы не привлекать к себе внимание, они стали жить по обычаям индейцев, удивив последних своими знаниями астрономии и прочих наук. Кстати, данное предположение вполне подтверждают апогрифические книги Енаха, где есть некое упоминание о посланниках с неба, спустившихся на Землю с определенной миссией. Интерпретации, как ангельские существа, называемые стражами, которые передали женам человеческим некие технологии, там, про это, в общем, буквально пишется, там список приводится, что конкретно передали, там, ремесленное искусство, там, искусство обработки металлов, ну, массу всего, даже искусство утравления плода, в частности. Более того, эти стражи вошли в физический контакт с женщинами, и, собственно, от них и пошли вот эти вот расы гигантов, которая была впоследствии уничтожена вселенским потопом. При этом фаэтоняне не выглядели как классические пришельцы, рисуемые воображением писателей-фантастов. Вероятно, они практически ничем не отличались от нас из-за того, что условия жизни на Фаэтоне соответствовали условиям нашей планеты. То есть резкого диссонанса между разумными обитателями Земли и гостями из космоса не наблюдалось. По данным некоторых астрономов, на осколках Фаэтона, а ныне планетах-карликах Церере и Палладе до сих пор присутствует кислород и главная его производная вода. Это значит, что Фаэтон действительно мог оказаться заселен думающими существами, гораздо более древними, чем земляне. Теоретически жизнь, похожая на земную, могла возникнуть на многих планетах Солнечной системы в разные периоды ее существования. например, благоприятный период для возникновения жизни на Марсе был, как принято считать, многие миллионы лет назад. А теперь о самом главном. Что же все-таки произошло с Фаэтоном? Каковы были причины гибели планеты? Есть несколько версий. Первая говорит о том, что Фаэтон разрушился под действием гравитационных полей более массивных космических тел. Планета оказалась на пути какого-то сверхплотного объекта, падавшего на Солнце. Орбита Фаэтона начала рывками вытягиваться в сторону Юпитера, и все закончилось глобальной катастрофой. Вторая версия не имеет ничего общего с глобальными катаклизмами в Солнечной системе. Некоторые исследователи считают, что Фаэтон погиб в результате вулканической активности. Или всему виной стала центробежная сила, которая разорвала планету из-за слишком быстрого вращения вокруг своей оси. Есть даже версия, что Фаэтон просто наткнулся на собственный спутник. Но больше всего исследователи склоняются к предположению, что планета погибла в результате экологической катастрофы или ядерной войны, или того и другого одновременно. Межэтнический и межконфессиональный распри достигли такого накала, что спровоцировали вселенскую бойню. В ход было пущено самое страшное оружие. Взрывы атомных бомб подняли над твердью и океанами черную радиоактивную тучу, а ударные волны стали раскалывать планету на куски. И когда фаэтоняне поняли, что это конец, они стали спасаться бегством на своих звездолетах. И единственным убежищем для них стала Земля. Правда, достичь ее удалось немногим. Разумеется, версия о когда-то обитаемой планете фаэтон очень красивая. Мало того, она очень назидательна, очень поучительна для тех людей, которые думают, что их действия экологические, военные и другие безумные действия на нашей планете могут быть безнаказанными. то есть если была какая-то планета похожая на Землю и эта планета исчезла, это лишний повод, я бы сказал, даже совсем не лишний повод заботиться о последней оставшейся планете в нашей Солнечной системе. В 1976 году в Устье Ангары на палеолитической стоянке древних людей археологи обнаружили бивень мамонта. Уникальность находки была в том, что на бивне красовался вырезанный кем-то узор. Изображение представляло из себя спиралисточек. Позже ученые установили, что находке около 30 тысяч лет. А в 1984 году в горах Ингушетия был обнаружен тайник жреца. Кроме посоха и других вещей, там была еще табличка из платины с таким же точно узором, как на бивне мамонта. Что это? Почему такая удивительная схожесть изображений на совершенно разных артефактах, найденных в совершенно разных местах? Изотерики предположили, что предназначение таинственных спиралей не что иное, как послание. Но как расшифровать его? Ни один из специалистов области криптографии не смог этого сделать. И тогда исследователи попробовали прочитать узор с помощью языка золотых пропорций. И вот какой удивительный текст был получен в результате расшифровки. Мы прилетели с пятой планеты на третью. Скорость 32 километра в секунду. Если таблички около 30 тысяч лет, значит и гости у нас появились тогда же. То есть сразу после потопа. следовательно это событие произошло в 1995 году на знаменитой Кольской сверхглубокой скважине. Ее начали бурить в мае 1970 для изучения внутреннего строения планеты. Тогда о том, что творится на большой глубине, ученый мир имел весьма смутное представление. Постепенно проникая в недра Земли, исследователи делали совершенно потрясающее открытие. На глубине трех километров была обнаружена порода по своему составу, идентичная лунному грунту. Когда бур дошел до отметки девяти с половиной километров, ученые наткнулись на настоящий кладезь всевозможных ископаемых, в частности, золота. Совершенно неожиданно для всех подтвердились прогнозы Алексея Толстого из романа «Гиперболоид инженера Гарина». Настоящий оливиновый слой, гениально предсказанный писателем. И вот в апреле девяносто пятого, когда керн буровой установки достиг глубины двенадцати километров, инженеры решили спустить в скважину специальный микрофон для фиксации звуков движения литосферных плит. Но то, что услышали ученые, повергло их в шок. Из глубины донесся человеческий голос, причем не один. Это были крики из стоны миллионов людей. Это были звуки из преисподней, которых никто объяснить не смог. С тех пор появилась еще одна тайна. Тайна шума Земли. Впервые леденящий кровь гул, исходящий откуда-то из-под земли, был зафиксирован в конце семидесятых годов в Англии. Жители Бристоля завалили инстанции жалобами, что их беспокоят неожиданно появляющиеся и также неожиданно исчезающие непонятные громкие звуки. Некоторые сочли источником соседнее промышленное предприятие, но владельцы завода открестились от обвинений в нарушении покоя бристольцев. Власти начали проводить тщательное расследование. В местной газете был напечатан опрос. Читателям необходимо было опровергнуть или подтвердить тот факт, что они слышат шум. 800 читателей обратились в редакцию, заявляя, что слышат непонятный гул. Наличие странных звуков подтвердилось, но виновника не нашли. На какое-то время бристольский гул был забыт. Однако в новом тысячелетии о нем опять вспомнили. Теперь уже странные пугающие звуки из-под земли были зафиксированы в разных точках планеты. В августе 2011-го, в конце 2012-го и в начале 2013-го его слышали в Бразилии, США, Канаде, России, Украине и Австралии. Главная его особенность он вызывает беспричинную панику у людей. Он это так называемый стон или гул Земли. Что это? Звуковая галлюцинация, движение тектонических плит, звук акустика гравитационных волн, массовый психоз или просто газетная утка? ТРЕВОЖНАЯ МЕЛОДИНСКОМ Самая масштабная серия таких шумов прокатилась по планете с 8 по 11 января 2012-го года. Эти 4 дня Земля по информационным сообщениям и записям в социальных сетях буквально грохотала. Любительские аудио и видеозаписи были сделаны на всех континентах. Я считаю, что Земля шумит в прямом смысле. Но для этого надо уметь вот это слышать и видеть. Потому что очень широкий частотный диапазон, очень большой амплитудный диапазон. В некоторых местах она шумит очень слабо и нужны специальные приборы, чтобы услышать вот это или там записать вот этот звук. Средства массовой информации уверяли. До сих пор этих звуков никто и никогда не слышал. Это не совсем так. Вот уже многие годы жители городка Таус в штате Нью-Мексико на юго-западе США слышат доносящийся из пустыни низкочастотный гул. Феномен получил название «таосский шум». Он похож на движение тяжелой техники по магистрали, хотя никаких крупных дорог в районе маленького поселения нет. Этот звук слышат только местные жители и крайне редко приезжие. Ученым, исследовавшим этот загадочный стон земли, так и не удалось найти его источник. Они лишь предположили, что причиной ему может оказаться крупная линия электропередачи, проходящая поблизости с городом. Между тем, подобный шум известен давно и называется он звуковой аномалией. И еще. Все, кому доводилось слышать гул из-под земли, единодушны. Он ни на что не похож. От него нельзя укрыться. Он идет отовсюду и проникает везде. И мгновенно с первых аккордов вызывает у всех очевидцев чувство тревоги. Так было, например, в Киеве, Ростове-на-Дону и в Новокузнецке. Он как будто был везде вокруг. Такой низкий, достаточно пугающий, не похожий на все остальные звуки, которые я, в принципе, слышал за год, пока живу в этой квартире. Он то затихал, то становился более отчетливым. Я уже думал, что нужно выйти на улицу, потому что может что-то действительно случилось, какое-то явление. Создается ощущение паники беспричинной и буквально даже не знаешь, что делать в этот момент, особенно в первый момент, когда понимаешь, что это все продолжается и продолжается и не заканчивается, то есть думаешь, куда бежать, что делать. Реально стало страшно, думал, что надо уже собирать вещи. Стоит ли говорить, что даже самые недоверчивые затвердили о пресловутом конце света? Дело в том, что разные верования говорят одно и то же. Некий звук известит людей об апокалипсисе. Иудеи верят, что это будет труба шафар от пронзительных аккордов, который пал когда-то Иерихон. В германо-скандинавской мифологии о начале конца света с названием Рагнарек объявит золотой рок Гьялархорну. Стон планеты безусловно напоминает и его. В Киеве, где Земля тоже кричала, заговорили об архангельских трубах, предвещающих судный день. Интересно, что упоминания о некоем трубном гласе есть и в Библии, и в Коране. Древние греки объясняли подземные стоны тем, что в ее недрах заключены старуки и великаны, низвергнутые богами в лоно земли. Если верить мифологии, мучились не только они. От них стонала и сама планета. Какую бы мифологию мы ни взяли, древнеиндейскую, древнеегипетскую, скандинавскую, мы везде видим, что есть некое разделение на мир небесный, мир земной и мир подземный. И вот мир подземный для людей был самый страшный. Он был самый неизведанный, темный, мрачный. И поэтому, наверное, именно там обитали самые страшные существа. Академическая наука не склонна объяснять аномальные шумы уже прозванными звуками апокалипсиса, происками мифологических существ. Некоторые геологи связывают загадочный гул в Новокузнецке, например, с разработкой угля на Кузбассе. В городе крупные шахты, сталелитейные предприятия. Энергия взрывов породы, по мнению ученых, накапливается в земле и провоцирует либо техногенные землетрясения, либо загадочные шумы. И потому, казалось бы, именно их гул наиболее реальное объяснение этому явлению. Когда идет такой стук характерный, это, в принципе, если грубо сказать, трещит порода. То есть, она находилась в каком-то напряженном состоянии. И малейшее движение происходит как бы трение между ними, выражающий вот этот сигнал. Но местные жители, которым удалось зафиксировать гул земли, очень сомневаются, что он техногенного происхождения. До ближайших шахт от жилых районов города полтора часа езды. Завод в окрестностях всего один. И он тоже далеко. Я общался с людьми, которые непосредственно работают на данном заводе. И они говорят, что даже если какие-то технологические процессы происходят, но они не имеют такой длительной протяженности, их бы здесь не было слышно. Мне кажется, что данный звук имеет геофизическое происхождение, то есть где-то в глубине земли происходит смещение пластов, ну или что-то в этом роде. Очень любопытную версию происхождения загадочного звука апокалипсиса выдвинули ученые из Новосибирского академгородка. В 1982 году, когда в городок приехали американцы, один из профессоров-геологов Алексей Дмитриев стал предупреждать гостей, что вскоре Америку ожидают серьезные катаклизмы, имея в виду землетрясения техногенного характера и беспокоящие шумы. Американцы тогда ему не поверили. Однако уже в 1984 году по всему востоку США пронеслись геофизические стоны из-под поверхности планеты и небольшие землетрясения. Интересно, что предсказать их было несложно, так как вдоль восточного атлантического побережья Америки протянуто более десятка линий энергоемких высоковольтных электропередач. Частота передаваемого тока в системе энергообеспечения Соединенных Штатов составляет 60 герц, а она соответствует частоте естественных литосферных токеров. Причина в том, что 60 герц, которые используются в высоковольтных линиях, а их 16 высоковольтных линий, и они идут строго по магнитному меридиану с севера на юг, и получилась резонансная частота между состоянием естественных энергосферных токов, они называются и токи, которые продуцируются с поверхности Земли. Произошло замыкание, если можно так выразиться. Произошло энергетическое взаимодействие. Кстати, в 2005-м на Атлантическое побережье США обрушился ураган Катрина и буквально смыл с лица Земли целый город Новый Орлеан. По мнению сибирского ученого, этот катаклизм также был спровоцирован взаимодействием магнитосферных и литосферных процессов и энергоемкостью высоковольтных линий. А земные шумы, прокатившиеся по побережью за 20 лет до этого, были первым предупреждением. произошло нарушение континентальной защиты Северной Америки от событий, которые происходят в Атлантическом океане. То есть не было электрической защиты, суши от тех событий электрических, которые происходят на поверхности океана. Естественно, что циклоны, ураганы пошли внутрь материка. У техногенной версии всего два недостатка. Если причиной шума был производственный фактор, то как объяснить, что звук был слышен в разных уголках планеты практически одновременно? Второй недостаток, если верить опять же все тем же очевидцам, то линии электропередачи, тепловые электростанции, заводы, стройки и прочие технические объекты далеко не всегда находились поблизости от того места, где был слышен стон. У Артура Конондоля есть повесть под названием «Когда Земля вскрикнула». Герой истории профессор Челленджер решает узнать, жива ли Земля. Для этого он сверлит в ней гигантскую дыру. И вот когда бур очень глубоко внедрился в земные пласты, планета вскрикнула. В этом повествовании фантастичен только финал. В остальном ученые геофизики с писателем солидарны. Земля действительно живая. И она вправду кричит. Я издавна, где-то с начала 70-х годов Землю принимаю в качестве живого организма, взаимодействующей с другими живыми организмами, другими планетами и с центральным нашим светилом Солнцем. Мы живем своими ритмами биологическими, физиологическими психологическими. Точно так же живет и Земля своими ритмами биологическими и физиологическими. В недрах нашей планеты постоянно происходит конвекция, движение потоков магмы, и смещение литосферных плит. Это и приводит к тому, что Земля шумит. И записывать ее голоса ученые научились давно. Для этого они приезжают на скважины, пробуренные в технических или научных целях, и опускают в них сверхчувствительные микрофоны. Как, например, это было на Кольской сверхглубокой. Обычное человеческое ухо расслышать этот звук в большинстве случаев не в состоянии. Но бывают и исключения. Они могут произойти, например, во время землетрясения, непосредственно перед толчками. Впрочем, это неудивительно. Во время дрожи Земли также двигаются литосферные плиты. Поэтому процесс, конечно, и здесь может сопровождаться сильным шумом. после Алтайского землетрясения 2003 года мне удалось попасть на авторшоковый режим этого землетрясения. И, значит, мы просидели пару недель на станции Октаж. За это время было примерно 30 или 40 ударов. И практически перед каждым ударом был слышен рев, или, так сказать, его называют подземный гул. Замечено, что перед сильными толчками уровень гула, исходящего из недр, резко повышается. Планета как будто предупреждает о предстоящем землетрясении и дает людям возможность заранее оценить его силу и локализовать эпицентр. Причем вот этот шум, он, так сказать, едет под нарастающим. Шумит сильнее, 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 потом трах, произошло землетрясение. На самом деле в глубине нашей планеты землетрясения не прекращаются никогда. Но задолго предсказать, какой из них вырвется на поверхность практически невозможно. Главному научному сотруднику Института физики земли имени Шмидта Ран Алексею Любушину это однажды удалось. Крупное землетрясение в Тахоку, Япония, которое произошло в 2011 году и унесло жизни как минимум 16 тысяч человек, он предсказал аж за три года. Землетрясение обычно сопровождается гулом и звуками. Акустическая эмиссия там достигает такой интенсивности, что уже она начинает быть слышима не чувствительными геофизическими приборами, а человеческим ухом. То, что земные шумы под Японией стали синхронизироваться, согласно гипотезе ученого, это первый признак надвигающегося мощного землетрясения. Любушин заметил еще в 2008 году и опубликовал на эту тему несколько предупреждений. Японцы не поверили. Самое неприятное то, что и после катастрофы синхронизация низкочастотных шумов сохранилась. Алексей Любушин считает, что Японию ждет еще одно землетрясение, не менее сокрушительное, причем эпицентр его должен находиться недалеко от столицы страны Токио. Именно поэтому шумы Земли можно и нужно изучать. С их помощью планета не только сообщает о предстоящих катастрофах, но и помогает, например, искать нефть и другие полезные ископаемые. Каждая порода шумит по-своему. По этому шуму можно понять, есть там нефть или нет, или много ли нефти, какой толщины коллектор. Но если есть нефть, то она будет иначе себя вести, иначе шуметь, иные у нее будут свойства. Так что вот мы о свойствах пород судим по тому, как она шумит. Но, увы, не все крики Земли можно объяснить надвигающимися землетрясениями. Ведь там, где их слышали в последние два года, никаких сейсмических событий не было и быть не могло. Это те регионы, где землетрясение невозможно в принципе. Некоторые ученые предполагают, что скрип планеты связан с погодой, с туманом, с сыростью и дождем. При таянии льда рвется часть водородных связей между молекулами воды. Каждый такой разрыв высвобождает энергию и может породить слабый звуковой щелчок. Поэтому, согласно гипотезе этих ученых, если шум слышен во время тумана или когда на небе тучи, это и есть песня воды, которая может сопровождаться гулом. Конечно, одна снежинка создает лишь незначительный шум. Но при таянии больших количеств льда звук слышат все. К сожалению, версия не дает ответа на вопрос, почему шумы слышатся летом, в ясную погоду. А наше небесное светило не может быть генератором загадочных звуков. Действительно, есть и такая гипотеза. Когда потоки солнечной энергии после очередного выброса несутся к нашей планете и врезаются в магнитосферу, это приводит к возникновению особых акустических волн, которые затем устремляются к поверхности Земли. Эти волны можно услышать только с помощью специальных приборов. Однако некоторые люди тоже способны слышать их в случае, если звук накладывается на городской шум. Низкая частота изменяет спектр общего фона в мегаполисе и тогда человек может услышать подобный зловещий стон. Считается, что 50 герц это нижний предел человеческого уха. Но некоторые слышат и 20 герц, и 10 герц. Говорят, бах, слушал, вообще там черт-те что, очень низкие частоты. Так что здесь дело даже не в интенсивности шума, а в способности человеческого уха воспринимать звуки. На аудиозаписях слышно, что гул действительно похож на обычный городской шум. Подъемного крана, самолета, строительной техники, но многократно усиленной. Именно этот звук нередко вызывает у очевидцев ощущение паники. Известно, что сверхнизкие частоты, хотя и не различаются ухом, подавляют психику человека. Пример тому знаменитые исследования французского профессора Гавро, который точно установил, что при воздействии одних частот инфразвука на человека начинается разрыв барабанных перепонок, кровоизлияние в мозг, а при других даже смерть. Давно известно и то, что инфразвук неотъемлемо сопровождает многие природные явления. Ураганы, цунами, порывы ветра, шум волн, извержения вулканов, грозовые раскаты, резкие перепады давления. Плохое самочувствие во время колебания атмосферного давления связано в том числе и с инфразвуком, который образуется в атмосфере. По одной из версий, загадочный гул связан со сменой магнитных полюсов, которое происходит сейчас на нашей планете. Наш земной шар, он хорошо моделируется. Вот школьный магнит север и юг. И вдруг по непонятным причинам северный полюс стремится на юг, а южный полюс стремится на север. Существует и версия, что звуки апокалипсиса это всего лишь массовая мистификация, крупномасштабная газетная утка, использующая поддельные видеоролики для раскрутки таких фильмов, как «Красный штат» или «Инопланетное вторжение», «Битва за Лос-Анджелес». Премьеры этих кинолент прошли в 2011 году практически сразу после того, как земляне услышали крик планеты. Впрочем, известна и человеческая способность выдавать желаемое за действительное. и черта многих СМИ это желаемое выдавать за сенсацию. Но дело в том, что немалое количество аудио- и видеосвидетельств очевидцев эксперты признают подлинными. Значит, звуки апокалипсиса реально существуют. Возможно, что эти звуки есть предупреждение нашей планеты о том, что не все в порядке на ее поверхности. планеты все время говорят о том, что с ней происходит. Вот вы знаете, что такое стетоскоп. Врач пришел и прослушает ваше сердце, легкие и так далее. Так же и земля говорит о том, что у нее какие-то болезни, как она откликается на искусственное воздействие. Огромное количество гипотез ставит в тупик человека, который хочет найти звук у планеты единственно верное объяснение. По крайней мере, пока. Возможно, стон Земли это скрытый код, разгадка которого жизненная необходимость для всех, кто населяет планету. А может, это явление многофакторное, так или иначе связанное с каждой из этих версий. Стояла осень 1977 года. Ленинград почти опустел от сезонных туристов, но указ в агентствах по продаже железнодорожных и авиабилетов, как и летом, выстраивались длинные очереди. В одном из таких пунктов на канале Грибоедова к окошечку наклонился очередной покупатель и попросил один билет на архангельский поезд до города Нерной. Тассирша ответила, что такой станции нет. Покупатель начал возражать. Мол, как это нет? У него сын там служит, ракеты в космос запускает. Затем потенциальный пассажир достал из кармана конверт и потряс им перед окошком. Обратный адрес Архангельская область, город Нерной. Кассирша настаивала, что такого просто не может быть. А стоящие в очереди люди начали в недоумении пожимать плечами. Через несколько минут в пункт продажи билетов вошли двое мужчин в одинаковых темно-серых костюмах. Они взяли пристававшего к кассиру человека под руки, вывели на улицу, посадили в автомобиль «Волга». После чего машина буквально сорвалась с места и скрылась за поворотом. Неожиданная развязка спора у кассы взбудоражила очередь, где еще долго судачили о некоем таинственном северном городе, откуда запускают в космос ракеты. 17 марта 1966 года жители деревень Пинежского, Каргопольского и Холмогорского районов Архангельской области наблюдали в небе странное атмосферное явление, которое сопровождалось страшным грохотом. Очевидцы описывали увиденное по-разному, но несмотря на расхождение в деталях, общая картина небесного происшествия в рассказах людей имела схожие черты. Разрезая тучи, вверх поднималось нечто большое и яркое, а потом от этого нечто отделился кусок, который резко пошел на снижение. Наиболее зоркие разглядели даже сноп огня, исходящие от неопознанного летающего объекта. Некоторые очевидцы отправились в сельсоветы и районное отделение милиции, чтобы заявить о странном происшествии. Там только развели руками, но решили позвонить в областной центр на всякий случай. В Архангельске сообщение об НЛО назвали бредом и посчитали свидетельство местных жителей массовым проявлением галлюцинации и мерячения, то есть странного психосоматического заболевания, присущего для данного региона русского севера. Здесь испокон веков происходило много загадочного и непонятного. При этом в некоторых глухих уголках до сих пор бытуют традиции шаманизма. А исследователи уже много лет безуспешно пытаются приподнять завесу тайны над древней историей края. Это место оно в общем такое в некотором смысле сакральное, потому что находится рядом с территорией или на территории, где когда-то население Гипербореи переходило на нынешний материк территории нашей далекой прародины. Очень далекой. Здесь очень много необычных с одной стороны геологических структур, а с другой стороны останков каких-то языческих памятников. Курганы, которые, как оказывается, пирамиды, спирали, как оказывается, для исполнения различных мистических обрядов с целью какой-то подземной коммуникации, пещеры. Нельзя сказать, что местных жителей устроили объяснение чиновников из областного центра. Тем более, что увиденное 17 марта 1966 года необычное явление в небе не оказалось единственным. Что-то похожее происходило и раньше, а такое совсем яркое и громкое смутило всех окончательно. При этом у многих очевидцев уже не было никакого сомнения в том, что эти объекты искусственного происхождения, только какого, земного или инопланетного. А тут еще стали поступать похожие сигналы совсем из других мест и от людей, которых нельзя обвинить в отсутствии здравого смысла, хотя бы в силу их профессиональной подготовки. Полгода спустя о загадочном видении в небе сообщил пилот пассажирского самолета компании Аэрофлот, когда борт готовился к посадке в подмосковном аэропорту Шереметьево. При докладе на разборе полета летчик доложил. В 23.45 по московскому времени при заходе на взлетно-посадочную полосу наблюдали необычное явление. Огненная точка поднялась над горизонтом. Некоторое время летело параллельно нашему курсу, затем резко ушла вверх. В тот же день и точно в такое же время странное явление в ночном небе наблюдали ученые физики, которые находились на рыбалке в Шатуре. Это тоже Московская область. Около полуночи, как они описывают события, на северо-востоке над горизонтом двигалось что-то необычное. Из светящейся точки исходило пламя. Представить себе, что это летающая тарелка, физикам было невдомек. Явление напоминало пуск космической ракеты. Но увидеть такое в Подмосковье невозможно. Единственный космодром в Советском Союзе находился в Байконуре, а это Казахстан, Средняя Азия и до Москвы более двух с половиной тысяч километров. Само собой разумеется, что точно такое же явление, но только совсем рядом, практически над головами, было замечено и жителями центральных районов Архангельской области. И они вновь стали обращаться к местным властям, заявляя о своем беспокойстве по этому поводу. Тем более, что случаи, очень похожие на какие-то эксперименты и, по всей видимости, связанные с чем-то космическим, стали происходить все чаще и чаще. Условно, во времена Леонида Ильича Брежнева, конечно, позже, чем 50-е годы, но просто количество таких сообщений настолько возросло, что пришлось представителю специальных органов этим реально, конкретно заниматься, возглавить определенную группу аналитическую, которая, значит, сверяла и имела право получать информацию и о пусках, и анализировать некие свидетельства. Безусловно, компетентные органы серьезно забеспокоились появившимися слухами о неких загадочных объектах в небе. Заставить молчать случайных очевидцев было чрезвычайно трудно. Если где-то на севере начал функционировать некий таинственный космодром, то над режимом его секретности могла нависнуть серьезная опасность. И основной источник такой опасности те самые распространяемые очевидцами рассказы о необычных явлениях в небе. Не зря в годы холодной войны очень популярной была поговорка «Болтун» находка для шпиона. Известно, что спецслужбы зарубежных государств целенаправленно собирали и анализировали самые разнообразные слухи, проявляя особый интерес к сообщениям о загадочных и таинственных происшествиях в российской глубинке. Например, к ярким вспышкам над горизонтом, сопровождаемым жутким грохотом, к стремительным перемещениям в небе странных объектов, необъяснимым атмосферным аномалиям. Неподготовленный человек однозначно воспринимает это как нечто необычное. Естественно, об этом стремится рассказать. И вот эта информация распространяется в виде слухов, причем приукрашается все время, приукрашивается, обрастает какими-то подробностями. К этим неподготовленным людям, как ни странно, относятся и летчики гражданской авиации, и даже боевые летчики, которые просто по своим инструкциям не посвящены в дела космодрома. Это продолжалось, кстати говоря, и в 80-х годах, и в 90-х даже. Интересно, что когда создавался первый в Советском Союзе и мире космодром Байконур, для того, чтобы ввести в заблуждение иностранную разведку, одновременно с настоящим объектом начали возводить ложный. Место для фиктивного космодрома выбрали рядом с горным хребтом Алатау. Туда в 50-х годах прошлого столетия завезли доски и бревна, и из них стали строить макеты стартовых устройств. Иностранные спецслужбы быстро сообразили, в чем дело, и интерес к деревянному космодрому потеряли. Несмотря на это, объект считался секретным и строго охранялся до начала 70-х годов. Настоящий же Байконур еще долго был надежно сокрыт от глаз шпионов. Городок, где жил обслуживающий персонал космодрома, находился примерно в километре от железной дороги, но о нем даже не подозревали пассажиры, проносящихся мимо поездов. Расписание было составлено так, чтобы все составы проходили ночью. При этом жителям города было категорически запрещено зажигать в квартирах свет в темное время суток. Такой режим секретности создавался нашими спецслужбами неспроста. До того, как Байконур стал космическим портом, там была развернута первая в стране дивизия межконтинентальных баллистических ракет Р-7 с ядерными боеколовками. Сначала шли интенсивные испытания, а потом ракеты поставили на боевое дежурство. За данные о месте базирования дивизии, рискуя всем, чем только можно, охотилась иностранная и прежде всего американская разведка. однако все шпионские страсти так же быстро потухли, как и разгорелись. Эти все страсти, они начались тогда, когда запуски на Байконуре практически три года уже отнимились. То есть все безделия Р-7, наши ракеты королевские, они уже в количестве достаточно большого, несколько тысяч штук, уже были отстреляны к тому времени и в 60-м году, когда знаменитый полет Пауэрс состоялся и Хрущеву на Красной площади об этом, на трибуне Мозолея об этом доложили, то Пауэрсу, честно говоря, уже там нечего было смотреть и высматривать точнее, потому что все уже в Байконуре боевое было отстрелено. Байконур становился гражданским объектом. Интересный факт. Дивизия межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками в Байконуре в один момент была свернута и исчезла. Когда это произошло? Есть только догадки. Еще большей тайной оказалось место новой дислокации. Аналитики Центрального разведывательного управления США оказались в полной растерянности. Не было никаких намеков даже хоть на какую-то территорию. А ракеты тем временем уже стояли на боевом дежурстве. Но где? За три года до провокационного полета американского самолета шпиона над Казахстаном и Уралом, а точнее в январе 1957 года вышло совершенно секретное постановление Совета министров СССР. Речь шла о создании специальной базы для первого в нашей стране соединения боевых межконтинентальных баллистических ракет. При этом Байконур рассматривался только как испытательный полигон, а не постоянное место дислокации. Главной же боевой площадкой для дивизии ракетчиков был выбран глухой северный район Архангельской области вдоль берегов реки Емца недалеко от железнодорожной станции Плесецк. МИЛИЦКИ чтобы найти такую гигантскую площадку, надо просчитать экономически. Это подвоз всего. От топлива до людей. Подвоз продуктов, подвоз какой-то техники. Поэтому это очень сложно. Это кажется, что у нас необъятные просторы, а вот просто выбрали. Не просто выбрали. Это в течение трех или четырех лет выбирали это место. Место для будущего стратегического объекта действительно выбирали с особой тщательностью. Скальные грунты, высокие обрывистые берега реки Емца позволяли существенно снизить объем земляных работ и, следовательно, сократить сроки строительства. Выбранная площадка отвечала всем требованиям военных. В частности, густая непроходимая тайга и многочисленные озера, болотные топи и низкая облачность в этом северном крае облегчала маскировку данного объекта, стратегически важного для обороны всей страны. Еще один интересный момент. В выборе северного края для обустройства здесь сверхсекретной ракетной базы присутствовала немаловажная тактическая хитрость. Она касалась зоны проведения испытательных полетов. Для того, чтобы испытания держать в полной тайне, важно, чтобы никакие радиометрические и телеметрические комплексы потенциального противника не смогли засечь не только пуск, но и траекторию полета ракеты. По этому поводу военные провели самые тщательные математические расчеты. Весь полет боевых блоков, там, допустим, экспериментальные какие-то головные части, ступени последние, они где-то в районе Камчатки приземляются. И по дороге, если даже не собьют с курсом, или если дальность меньше, это, в общем, такие труднопроходимые места, где особо свидетелей нет. Он так специально был построен. Хотя, с точки зрения, между прочим, энергетики, если говорить о космических запусках, он не выгоден. Чем ближе к экватору, тем, так сказать, энергии требуется меньше для вывода на орбиту чего-то. Новый сверхсекретный ракетный объект в Архангельской области получил шифр Ангара. Это тоже своеобразная маскировка. Кстати, степной Байконур также имел свое зашифрованное название Тайга. Если происходила утечка информации об этих объектах, то такие образно говоря неправильные топонимические названия просто сбивали с толку иностранные спецслужбы. Наступил 1959 год. Приблизительно тот период времени, когда первый дивизион баллистических ракет с ядерной начинкой мог неожиданно исчезнуть с космодрома Байконур. Значит ли это, что он в режиме строжайшей тайны переброшен на только что построенный объект Ангара? Примерно в то же время жители нескольких центральных районов Архангельской области начинают наблюдать странные явления в небе. Некоторые принимают их с испугу за горы господни, а наиболее продвинутые за инопланетные объекты. Есть предположение, что печально знаменитая группа туристов Дятлова, которая отправилась в поход по Северному Уралу, также столкнулась с этим странным явлением. Вполне вероятно, что люди погибли из-за того, что стали свидетелями упавшей на их палаточный лагерь части секретной ракеты, запущенной из Архангельской области. Роковым для группы туристов Дятлова из Свердловского политеха, которые там оказались, и которые, в общем-то, видимо, скорее всего, пали жертвой некой зачистки, которую проводили советские соответствующие органы по месту падения вот этих обломков. Действительно, чтобы сохранить втайне деятельность важнейшего стратегического объекта, компетентные органы вполне могли идти на крайние меры. Однако, версия о том, что группа туристов, на которых свалилось что-то очень секретное, могла стать жертвой зачистки какого-то спецназа, подтверждений не имеет. Кстати, о том, что соединение межконтинентальных ядерных ракет Р-7 находилось на боевом дежурстве в Архангельской тайге, заговорили в открытую только в 90-х годах. А до этого для граждан СССР сенсационным откровением стала публикация научного обозревателя главной партийной газеты страны «Правда» Владимира Губарева. Статья с названием «Место старта Плесецк» была напечатана 20 июня 1983 года и рассказывала о суровых буднях удивительного и никому неизвестного ранее северного космического порта страны. При этом засекреченный космодром уже 20 лет, как запускал на орбиту Земли спутники. В основном военного назначения. Интересно, что до появления этого газетного материала даже жители Архангельской области не подозревали, что у нас в стране существует другой космодром, кроме ранее раскрытого Байконура. У нас секретилось практически все, это была добрая традиция со времен еще, ну, даже не Сталина, а даже еще со времен Владимира Ленина. То есть тогда уже все это закручивались гайки и становилась секретным практически половина Советского Союза. Однако вернемся к 17 марту 1966 года, когда жители деревень Пинежского, Каргопольского и Холмогорского районов Архангельской области наблюдали в небе странное атмосферное явление, которое сопровождалось страшным грохотом. Это явление отличалось от других, которые очевидцы наблюдали до этого. Яркий объект поднимался вертикально вверх, а не шел по наклонной траектории, при этом четко был виден огненный хвост. Что на самом деле это было, знали только люди, обслуживающие полигон Ангара и руководство страны. С объекта под Плесецком был запущен первый орбитальный спутник военного назначения. Режим секретности соблюдался безупречно, поэтому старт и вывод космического аппарата на геостационарную орбиту Земли никто не засек. А значит, место нового северного космодрома осталось нераскрытым. Военные были уверены в этом на все 100%. Но в строго соблюдаемый режим тайны вокруг загадочного северного космодрома в Архангельской области внезапно вмешался случай. Пуск секретной ракеты в космос состоялся в 13 часов 28 минут по московскому времени. По Гринвичу это 11 часов 28 минут. Именно в это время в небольшом английском городке Катеринг преподаватель физики в местной гимназии по имени Джеффри Перри сидел у самодельной радиоаппаратуры и ловил сигналы из космоса. Это было его любимым занятием. Многие радиолюбители в эпоху начала освоения околоземной орбиты с азартом следили за стартами космических аппаратов и даже пытались перехватывать переговоры космонавтов с центрами управления полетами. Возникали частные домашние кружки объединения некоторых людей помешанных на радиоигре на радиосвязях на радиоприемниках. То, что у нас прошло по линии Досаафа Савиахима где-то в начале 30-х в конце 30-х и в 40-х и дальше уже в 50-х годах почему-то можно сказать что от нас потому что мы были инициаторами этого по времени перенеслось в Западную Европу. У Перри уже был достаточный опыт в слежении за космическими стартами. Он умел с большой долей точности определять откуда был произведен пуск. Учитель Кеттерингской гимназии просто фиксировал радиосигналы отраженные от космического аппарата и по ним вычислял траекторию. 17 марта 1966 года Джеффри Перри сел к своей радиоаппаратуре безо всякой надежды обнаружить что-то необычное просто дежурное включение и вдруг он начинает слышать сигнал опытного радиолюбителя провести было невозможно сигнал издавал спутник которого раньше на орбите не было когда Перри стал вычислять траекторию полета то пришел в недоумение космический аппарат не был запущен с уже широко известного космодрома Байконур в Казахстане 14 октября того же 1966 года учитель физики обнаружил на орбите еще один новый спутник с несвойственным для старта в Байконуре наклоном орбиты далее нехитрый анализ позволил Перри вычислить точное расположение загадочного космодрома к югу от Архангельска таким образом эта информация попала совершенно случайно минуя какие бы то ни было разведывательные инстанции попала например в журнал Flight International который естественно распространялся по всему свету и ошарашенные американцы увидели там статью о том что какие-то странные объекты запускаются у нас с северо-запада Советского Союза Получается что секрет таинственного объекта ангара под Плесецком ни одна из иностранных разведок так и не смогла раскрыть и если бы не случай с радиолюбителем из Англии то тайна Советского Северного космодрома еще долго была бы за семью печатями в нашей стране про Плесецк вообще узнали только спустя четверть века после того как в далекой Архангельской тайге начали строить ракетный старт да и сейчас когда все события связанные с космосом достаточно подробно освещаются средствами массовой информации наш северный космодром продолжает считаться одним из самых загадочных военных объектов на Земле Шел 1937 год сложное время для советского государства впоследствии его назовут годом большого террора политбюро партии большевиков приняло решение усилить органы диктатуры пролетариата для борьбы с так называемыми врагами народа врагами считались те кто не поддержал в 17-м году революцию кто не принимал идею коллективизации и противился атеизму репрессии охватили всю страну но больше всего досталось сибирским и дальневосточным областям россиями и именно туда летом того самого 37-го года отправился в научную экспедицию аспирант ленинградской государственной академии материальной культуры Алексей Окладников отправился на свой страх и риск поскольку немало ученых в тот период попали под жернова органов НКВД да и цель исследования не была идеологически выдержанной Окладников интересовали традиции наследия шаманов Дальнего Востока по прошествии нескольких месяцев экспедиции ученый вышел к небольшому нанайскому селу Сикачи Алян на правом берегу Амура и обнаружил там огромные валуны с рисунками с этими удивительными объектами путешественники встречались и раньше но внимательно рассмотреть и изучить их удалось именно Окладников Он сделал вывод что это останки древнейшей цивилизации совершенно немыслимой для этого края Таинственный загадочный Петроглиф Что это такое? Справочники и энциклопедии дают этому слову следующее определение Петроглиф высеченное на камне изображение животных и людей Такие изображения широко распространены в искусстве древних людей и встречаются практически на всех континентах планеты В России помимо Дальнего Востока Петроглифы найдены в Беломоре Хакасии Иркутской Томской областях и на Урале Алексей Окладников обнаруживший в 1937 году загадочные наскальные рисунки в далеком Нанайском селе сам был родом из-под Иркутска Он рос в семье сельского учителя и с детских лет был любознательным увлекался археологией и часто отправлялся на берега Байкала в поисках артефактов которые помогли бы ему пролить свет на истинную историю зарождения цивилизации Сибирского края Еще будучи школьником Окладников сомневался в официальной исторической версии согласно которой развитие Сибири и Дальнего Востока началось только с похода казачьего атамана Ермака легендарный воевода привел сюда свое войско в 16 веке чтобы покорить бескрайние земли от Урала до Тихого океана в сражении с сибирским ханством Ермак погиб но преданные ему казаки дело своего атамана не оставили и уже в 17 веке ими был завоеван Дальний Восток именно с этого времени как уверяют школьные учебники и многие научные труды в Сибирь пришла цивилизация вместе с так называемыми белыми людьми из-за Урала то есть с запада а до этого в течение многих тысячелетий здесь жили дикие монголоидные племена без письменности и государства но некоторые исследователи категорически не хотят соглашаться с официальной версией они считают что люди белой расы пришли в этот регион задолго до 17 века и в качестве веских доказательств предъявляют сенсационные артефакты это останки древних славянских кораблей не так давно обнаруженных на дне залива Петра Великого под Владивостоком есть и другие находки утварь и приспособления связанные со славянской земледельческой культурой эти предметы были обнаружены во время раскопок древних городищ Приморья причем что интересно подобного рода устройства до сих пор встречаются в деревнях Псковской и Новгородской областей то есть за несколько тысяч километров от Приморского края в селе Сергеевка партизанского района был обнаружен удивительный артефакт камень с древними письменами чудо камешек хранится в частном музее одного из жителей Сергеевки собравшего у себя дома целую коллекцию древних диковин он также считает что руны на камне выбили именно люди белой расы для меня это удивительная находка я не думаю что есть еще в мире похожие это древнейшая славянская камнепись это славянская безусловно славянское письмо палеомагнитный анализ и рентгеноскопия находок показали ошеломляющий результат артефактам не менее трех тысяч лет но самым главным доказательством того что цивилизация на Дальнем Востоке зародилась намного раньше чем сюда пришли казаки считаются знаменитые наскальные рисунки сикачи олян под Хабаровском обнаруженные советским археологом впоследствии академиком Алексеем Окладниковым те рисунки которые мы сейчас увидели несут в себе элементы культуры солнечной культуры а это очень характерно для европеоидов русские на Дальнем Востоке это не пришелый народ что это не колониальная территория наш народ имеет глубокие аналитические корни в этом регионе когда в далеком 1937 году археолог Алексей Окладников обнаружил Петроглифы на Амуре ответы на свои вопросы он начал искать пытая расспросами местных шаманов со свойственной всем языческим пастырем колдовской мудростью шаманы поведали ему свою версию появления изображений на валунах у нанайского поселка Сикачи-Алян по сути они пересказали древнюю легенду но легенду довольно необычную это было давным-давно в начале света жили три колдуна и были у них три птицы-ныряльщика однажды послали колдуны этих птиц-ныряльщиков на дно реки достать для земли камни и песка птицы нырнули семь дней находились они под водой вышли смотрят земля ковром цветет в реке Амур рыба косяками ходит колдуны тем временем создали человека по имени Кадо и женщину Джулчу потом деву по имени Мамилджи народ размножался и населял всю землю по Амуру однажды Кадо сказал есть три солнца на небе жить слишком горячо вода кипит горой стала гора кипит речкой стала леса горят камни как воск стали мягкими я хочу застрелить два солнца и он пошел к восходу вырыл яму спрятался в ней увидел как взошло первое солнце и застрелил его выстрелил во второе солнце но мимо но в третье не промахнулся одно среднее осталось и на землю вернулась прохлада а пока камни остывали дева Мамилджи нарисовала на них птицы зверей то есть все что видела вокруг себя потом камни стали твердыми и рисунки на них остались нанайцы верят в легенды и считают что эти наскальные рисунки созданы их предками представителями тунгуса маньчжурских племен населявших когда-то Дальний Восток здесь они задабривали духов чтобы им дали побольше дичи и также я думаю просили прощения у тех животных которых они убьют на охоте некоторые рода например Актанак Онинак они себя отошисляли например с образом какого-то животного и ему подносились может быть дары кушанья Многие исследователи в попытке трактовать смысл заложенный в наскальных рисунках Дальнего Востока считают что древние охотники и рыболовы изображали то что видели и о чем думали животных птиц змей шаманские маски маски охотников за головами лодки переполненные душами умерших людей мифических драконов отрезанные головы эта трактовка вполне укладывается в принятую академической наукой модель где рисунки рассматриваются как произведения искусства древних тунгусо-маньчжурских племен предков современных нанайцев однако в петроглифах не обнаружено ни одного рисунка рыбы что до сих пор озадачивает исследователей ведь она была образно говоря хлебом оседлых племен Амура промыслового зверя лося они изображали часто а вот рыбу почему-то игнорировали понятно что если бы создателями петроглифов были северные монголоиды то красная рыба была бы главным персонажем рисунка а в высокой религии европеоидов ей просто не было места значит не предки современных дальневосточных нанайцев создавали эти петроглифы но тогда кто вполне логично предположить что в рисунках зашифрованы символы неязыческой религии их создателями являлись люди другой расы которые поклонялись не духом а богам однако в далеком 1937 году молодому археологу Алексею Окладникову выдвинуть такую гипотезу было чрезвычайно опасно поэтому до сих пор официальная наука считает что амурские петроглифы это изобразительное искусство древних тунгуса маньчжурских племен но то что об этих древних артефактах вообще заговорили в научных кругах в сложное для страны довоенное время можно считать подвигом советского археолога собственно Окладников и заложил такие основы петроглифоведения в России он привлек внимание к этому кругу памятников и сделал их не только научным достоянием но общекультурным достоянием потому что его книги пользуются успехом до сих пор институт интересное что почти никто из последователей академика Окладникова долгое время не желал видеть в петроглифах высокую религию которая была распространена в неолите на европейском континенте однако если попытаться посмотреть на изображение под другим углом может открыться совершенно иная картина это главный рисунок Сикачаляна он является как бы визитной карточкой Сикачалянского комплекса петроглифов уникальность этого рисунка в том что внутреннее поле лося заполнено различными орнаментами такого лося больше нет нигде в мире лось одно из главных животных в культуре древних людей населявших когда-то территорию России его изображения встречаются на многих памятниках наскального искусства в том числе на русском севере на берегах Онежского озера на Урале и практически на всей территории Сибири и Приморья Алексей Окладников когда описывал Петроглиф с изображением лося интерпретировал содержание как видение древним художником зверя изнутри или насквозь как рентгеновский снимок круги и спирали внутри лося это его внутренние органы сердце почки ребра По существу вот в такой интерпретации лось представляет из себя тушу разделанную тушу Сейчас исследователи пытаются пересмотреть эту трактовку слишком она буквальная по одной из версий изображения лося в рентгеновском стиле так будто его тело просвечено специальным аппаратом связано с шаманскими обрядами Люди в древности наделяли кости и скелет особенной силой как наиболее долговечную часть смертного тела поэтому подобные изображения символизировали идею вечного возвращения к жизни кстати так же считают и шаманы когда их удается разговорить на тему амурских наскальных изображений что такое шаман этот человек был и целителем знахарем этот человек который определял погоду предсказывал этот человек который в общем-то очевидно был первым кто породил танцы песни новое поколение исследователей знаменитые наскальные рисунки трактует по-своему согласно их предположениям в глубокой древности на берегах амура существовала высоко развитая цивилизация еще задолго до того как сюда пришли дикие племена тунгусов и у представителей этой цивилизации была та же религия что и у народов других частей света люди тогда повсеместно поклонялись двум главным божествам великому богу земли и великой богине неба и загадочные круги внутри лося это не его внутренности а символические изображения глаз богини существует классический рисунок глаз богини неба который в мировой символике называется как рога барана таким образом мы видим что эти завитки эти валюты являются глазами богини кроме рисунков зверей и птиц всекачи олян археологами было обнаружено много личин личинами в древности называли маски они могут быть антропоморфными то есть очень похожими на человеческие лица а могут быть зооморфными это маски животных в том числе и мифологических трактовок что они означают множество по мнению некоторых исследователей на части личин изображено главное мифическое существо в культуре народов Азии сказочная змея-дракон